Друзья, в общем, я решила погодное видео записать именно с Новороссийска. Не знаю, просто доедем мы до Дюрсо, до пляжа или нет, но в Новороссийске, я думаю, к морю вот как раз есть вариант замерить температуру воды. Просто забегу вперед, потому что я смотрела, в интернете она должна быть теплее, чем в Анапе. И вот как раз сейчас мы это с вами проверим, потому что поднялся ветер. Возможно, не все так гладко. Просто предположительно 24 градуса должно быть, но судя по ветру, может быть и холоднее. Хотя ветер, вам честно скажу, жаркий и обжигающий, потому что 25 градусов, и даже вот морской бриз не сильно и портит впечатление. Все равно приятный ветерок, и рядом горы с одной стороны, с другой стороны новый развивающийся микрорайон, ну и центр современного Новороссийска. Здесь вот Сезлонги, большие теневые навесы. Я так понимаю, что им очень тяжело в такой шторм существовать, но цвет волны необыкновенный. Я сейчас подойду поближе и вам расскажу о температуре воздуха Иван. Это, конечно, невероятно. Сегодня у нас уже 12 сентября. Жутко тепло. Я реально говорю, 28 практически градусов. Убедитесь сами. Нереально тепло. Очень тепло, но при этом такое страшное и опасное море здесь. На фоне Анапского штиля, я не знаю, может быть, сегодня и в Анапе прохладно. Но я думаю, будет замер очень интересный. На фоне, конечно, Анапы прохладно. Но может, это потому, что я еще и после жары зашла. У нас сегодня будет необычная панорама. Я заранее извиняюсь, если вдруг мой голос слишком громкий, потому что не знала, куда прицепить микрофон. Прицепила его на цепочку. Я боюсь, что я здесь и намокну, потому что волны. Вы посмотрите, какие волны. Ну да, хорошо, что я в купальнике решила. Я уже по пояс мокрая. Мне уже не страшно. Хорошие волны. Уже вы понимали, какие волны. Я только зашла в воду, и меня уже накрывает наполовину волной. По идее, можно было бы искупаться, но я не буду рисковать. Тут камни такие жуткие под ногами. Зато какой цвет воды прекрасный. И вы знаете, она теплая. Я буду по-любому сегодня в Дюрсо или куда мы там доедем. Может быть, в озере Абрау купаться. Вода теплющая. У меня нет слов. И эти волны, они непередаваемы, конечно, этой камерой. Это надо брать какой-нибудь такой широкомасштабный для макросъемки, чтобы вы понимали масштаб этих волн. Они реально не маленькие. Я только вышла из воды. Вот, смотрите, берег, и я стою. Я стою возле берега. И меня уже накрывает. Там женщина сидит, получается, на волнах. Тут только можно, сидя, принимать вот такие вот волны на себя. Вот эти ванны морские. Только если сидеть на камнях, камни очень неудобные. Камни неустойчивые. Но вода теплая. Что самое удивительное, на фоне Анапы вода реально теплая, теплющая. Я уже пригрелась. Мне кажется, уже можно и было бы окунаться. Но я окунаться в этой воде боюсь. Это только если сидеть. Я не знаю, какое качество звука, но снимать тоже в таких условиях очень тяжело. Поднялись гребешки, видите, вот такие белые волны от ветра. Здесь хороший ветер, не то, что в Анапе. Вот мы в Анапе жалуемся на ветер. Нет, у нас это не ветер. Ветер вот он где. Я сегодня небольшое, короткое видео сниму, потому что я, честно, уже немножко в шоке от этих волн. Я долго здесь и не выставлю. Меня по-любому волна накроет. Смотрите, она подходит, подходит. И все. В какой-то момент, вот мои ноги. Чтобы вы понимали, какие они здесь сильные. Вот, рыба плавает тут рядом. Я думаю, она замер достойный сделает. Но зато здесь теплая вода, реально шикарно теплая. Можно реально купаться. Если бы штиль еще был. Но нет, штиля нет. Есть такие вот шикарные огромные волны, ветер. Зато сейчас, наверное, загар здесь прилипнет. С одной стороны горы, с другой стороны тоже заслонка. И ты стоишь такой омываемый морским бризом и кайфуешь. И жизнь удалась. Реально удалась жизнь, потому что вода теплая. Я даже еще специально отмерю минуту. Ровно минуту, которая нам нужна для замера. Кстати, вот мужчина будет рисковать в такой шторм. Надеюсь, он понимает опасность этих волн. И все так радужно. Я даже своего фламинго не стала брать из машины. Потому что я прекрасно понимаю, что здесь ему не место. Я сразу видела по ветру и поняла, что мы купаться здесь не сможем. Только разве отдаться водой? Здесь еще фотосессия проходит на море. Красивая девушка в красивом платье на фоне вот таких вот шикарных волн. Не, ну что-то в этом однозначно есть. Это не каждый дневный пейзаж для меня это все равно в новинку. Я не каждый день действительно здесь бываю. Я была последний раз в том году, наверное, в апреле, когда я еще сюда могла приехать. Да, вот то есть вот как-то так. Ну что, давайте смотреть, сколько температуры воды. Несмотря на то, что мне показалось, что тепло, все равно температура воды должна иметься 23 градуса. А мне показалось... Меня сейчас обрызгало. Вот смотрите, вот очки мокрые. Вот тот момент, когда я сейчас хотела выйти из моря, не так-то просто отсюда и выйти. Накрывается волна, но то теплое. 23 градуса, но мне показалось очень тепло. Плюс тут еще камни, еще теплый ветер на воздухе 29 градусов. Вообще шикарно. Не обращайте внимание на мой вид. Мы не прощаемся, еще по-любому будут какие-то включения, потому что день продолжается. Я купаться здесь тоже не буду, потому что реально не могу зайти в воду. Ноги и так болят после этих камней. Поэтому откуда продолжим, увидите чуть позже. Еще не прощаемся. Идем дальше. Или, например... А, дубль два! Тут хотела сказать, что в Дюрсо другая погода. Как только мы к пляжу подошли, так сразу подул ветер. Это нас, наверное, прогоняет он отсюда. Я уже в купальнике, я буду здесь купаться. У меня фламинго. Вокруг меня тоже продаются фламинго, единорожки и всякая всячина. Но я со своим сегодня, поэтому мне не надо. Есть даже донат. Круг в виде пончика. Аппетитненько. И шикарный пляж Дюрсо. Малолюдный, не такой даже, как летом. Летом в июне здесь было побольше людей. Сейчас явно меньше. Можно купаться. Главное, чтобы море было теплое. И кто помнит первую часть ролика, в Новороссийске огромные волны, гребешки. А в Дюрсо волн нету. Штиль. Как хорошо, что мы сюда доехали. Вот где мы будем купаться. Мы уже здесь летом были. Называется не Анапа, погода. В общем, как-то так. Дюрсо ищите, сравнивайте. Но я уже сейчас даже вижу, что реально намного больше пустого, свободного места. И намного меньше людей. А там, помнишь, мама, речка была? Или уже нету, да, ее? Уже не впадает. А мы когда-то шли, там впадала речка. В общем, с озера откуда-то ручеек впадал в море. Или есть она? Есть, наверное. Есть, есть, впадает, да. Нет, все-таки там что-то дальше впадает. В общем, надо думать, где нам приземляться. Ну, смотри, помнишь тогда, где грязная здесь была вода, а дальше была чистая. Куда пойдем? Можем туда пройти, можем наоборот к тем камням, но там прям людей побольше. Надо, в общем, идти и выбирать пустое место, благо его тут достаточно. Температуру воздуха, кстати, я только достала ее из сумки. Так, 26-27 градусов. Вот такая вот рыбка. И мне будет сегодня классно купаться. Пожелайте мне удачи. Ну, и мы тут тоже замеряем температуру воды, потому что в Новороссийске 23 градуса было каких-то полторы часа назад. В общем, в какой-то момент камера перестала стабилизироваться. Она прям вот очень жестко начала по волнам прыгать. И мне ее пришлось отключить, поэтому продолжим с этого же места, где закончили. Вы знаете, там вода, в принципе, теплее, чем в Новороссийске, однозначно. Намного теплее. Хочется уже быстрее замер сделать и поплавать как следует. Вода, между прочим, уже полторы минуты в воде. Я вам покажу мою маленькую рыбку, с которой я еще приехала сюда. Ой, где там наши вещи вижу. На месте. Все самое важное у нас по эту сторону за молодыми людьми. Волны, волны не дают мне покоя. И он фламинго, ему будь воля, он бы уже улетел давно. Его так перетряхивает, что он вылетает с моих рук. Сегодня очень много материала, я думаю. Такое мини-путешествие получилось за полдня. Мы уже успели побывать в Новороссийске, побывать на экскурсии на музей-крейсере в Михаиле Кутузове. Сейчас вот мы приехали в Дюрсо. По пути обратно, я думаю, мы успеем заехать на Брау-Дюрсо, в винный центр туризма. Ух ты! Ветер, ветер, ты могучий, ты гоняешь свою тучу, в общем, поднялся ветерок. Ну, мама вроде плавает, ей все по кайфу. Я тоже сейчас закончу замерк, обязательно буду купаться. Я очень хотела искупаться, потому что было очень жарко. Мне кажется, в машине порядка 33-34 градусов было очень жарко. Паримка настоящая. Я не знаю, поверите вы мне или нет, но температура 25 градусов. Я даже... хочется, чтобы она была холоднее, но она не показывает холоднее. Серьезно, смотрите. Даже 25 с половиной. Я не верю. Ну, реально, 23 градуса в Новороссийске или 25 градусов в Дюрсо. Это Новороссийский район, ну, за Брау-Дюрсо, вы же сами знаете, это рядом. И в Анапе 22, да, там 22 с копейками вчера было. Я не знаю, какая сегодня, но мне кажется, я сегодня здесь должна накупаться. Раз такое дело, 25 градусов 12 сентября, на это дело обязательно надо проплавать, заплавать, так сказать, отметить. Ну что, друзья, вот на этом я пока временно отключаюсь с вами. Больше замеров температуры, воды, воздуха не будет. Может быть, что-то еще войдет в это видео, но если и не войдет, то заранее попрощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайки, друзья, подписываться на канал. Ну и смотрите, может быть, дальше тоже будем путешествовать. Зима длинная, скучная, поэтому, может быть, вероятно, попутешествуем еще на курортах Краснодарского края зимой. Сейчас пока вот выдался денек, который я провожу с мамой, наконец-то, вдвоем. У меня начался отпуск официальный, то есть я теперь могу реально не париться, работы у меня уже нет. Все, я вам поплачу заодно. Уже никто не ездит на джипах, хотя, вы знаете, полно людей на пляже. Но, видите, у меня аудитория через интернет, поэтому, может быть, просто именно моя работа на этом подошла к концу. Ну, а если из вас все-таки кто-то приедет и захочет еще провести досуг, обращайтесь в джип-эндайвинг-код-дроциклы. Всем будем вам рады. На этом все, друзья. Целую, обнимаю. И еще, кстати, можете записываться на фотосессии к мужу Юрию Азаровскому. Он также еще фотографирует. У него прям хорошая запись числа до 14-го, а потом вот посвободнее. Поэтому, если вы еще не успели получить шикарные фотографии, обращайтесь, мы будем вам рады. А, меня уносят в море. Представляете, вот уже выходила, а я все равно считаю, что это море. Ну, это все точно. Пока-пока. Заговорилась я еще раз. Покручусь, панорама. Где-то там плавающая маха. Всем зимой, пока-пока. Пока-пока.